Телеканал Надия и Школа Библии представляют На сайт Bible.ua поступил вопрос относительно Ветхого Завета книги числа 22 главы 20 текста И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними но только делай то, что я буду говорить тебе Андрей спрашивает, в чем вина Валаама? Почему Петр в своем послании ссылается на него как на лжеучителя? Отвечает доктор богословия и следователь Библии Феликс Понятовский Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о Валааме Мы уже упоминали этого пророка в выпуске, который назывался «За что Бог ненавидит дела Николаитов?» Надо сказать, что Валаам достаточно интересная фигура Он является примером того, что в ветхозаветние времена Бог общался не только с израильским народом, но и с другими народами Мы точно знаем, что Валаам не был евреем На самом деле у нас не так уж и много сведений об этом человеке Библия говорит о том, что он был родом из города Пифора Книга чисел, 22 глава и 5 стих И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифор, который на реке Ефрате Синодальный перевод добавляет слово «Ефрат», хотя выделяет его курсивом Что говорит о том, что данного слова нет в еврейском тексте Действительно, еврейский текст говорит просто, что Пифор находился у реки Слово «Ефрат» скорее всего было добавлено из-за влияния другого стиха Это книга Второзакония, 23 глава и 4 стих Потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вышли из Египта И потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пифора Месопотамского Можно подумать, что здесь идет речь о Месопотамии То есть между речи территории, между реками Тигр и Ефрат Но на самом деле это не так Еврейское выражение «Арам на Хараим», которое переведено как «Месопотамский» Скорее всего, лучше перевести как «Арам между двух рек» Другими словами, территория, где жил Валаам, находилась между двух рек Но не обязательно между Тигром и Ефратом Более того, скорее всего, что Валаам жил недалеко от Маава Откуда мы это знаем? Дело в том, что Валак несколько раз посылает послов к Валааму И это было бы невозможно, если бы он жил очень далеко Более того, когда Валаам отправляется к Валаку для того, чтобы проклясть Израиль Он садится на ослицу И это говорит о том, что расстояние между его домом и территорией, где жил Валак Было достаточно небольшим Интересно то, что в 1967 году археологическая экспедиция, которая проводила раскопки в городе Дейр-Алла Который находится в Иордании Обнаружила одну комнату, на стене которой была надпись, которая гласила о видении Которое было дано Валааму, сыну Виора Скорее всего, речь идет о том же самом Валааме, о котором упоминает Библия Надо сказать, что данная надпись датируется персидским периодом И это достаточно поздний период, намного позже, чем время жизни Моисея Но тем не менее, этот факт говорит о том, что традиция об этом пророке была достаточно известной даже во вне библейских источниках А сейчас давайте поговорим о том, в чем же заключалась ошибка Валаама Если посмотреть на историческую ситуацию, то мы видим, что израильтяне расположились с Таном на равнинах Моевицких Это недалеко от обетованной земли И в этот момент Валак, который был царем Моава, был очень обеспокоен тем, что такое большое количество израильтян находится на его территории И он хотел каким-то образом избавиться от них Но на самом деле ему не о чем было беспокоиться Потому что, согласно книге Второзакония, 2 глава, 9 стих Израильтяне не должны были претендовать на территорию Моава Но должны были просто пройти по ней на своем пути в обетованную землю Книга Второзакония, 2 глава, 9 говорит следующее «И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ними войны Ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сына Лотова» Но, скорее всего, Валак, царь Моавицкий, об этом не знал Поэтому он предпринимает действия для того, чтобы каким-то образом обезвредить израильтян И так как он не может вступить с ними в военный конфликт Потому что опасается такой большой армии То он предпринимает другие действия И он нанимает, пытается нанять пророка О котором было известно, что если он кого-то проклянет, то этот человек будет проклят Если он кого-то благословит, то этот человек будет благословен И таким пророком как раз и был Валаан История говорит о том, что когда Валак первый раз посылает к нему послов Валаан поступает как настоящий пророк Божий Он спрашивает у Бога, стоит ли ему идти с этими людьми или нет И Бог отвечает ему, что идти не нужно Потому что Израиль будет благословен и проклинать его нельзя И Валаан отказывает послам первый раз Но Валак настаивает на своем и посылает еще одну делегацию послов На этот раз более знатных князей Моевицких И они, конечно же, не пришли с пустыми руками Они принесли Валааму подарки за его услуги И вначале Валаам отвечает так, как и должен отвечать Божий пророк И говорит следующее Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота Не могу приступить по велению Господа, Бога моего И сделать что-либо малое или великое по своему произволу Но далее он добавляет Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь И я узнаю, что еще скажет мне Господь На самом деле Валаан прекрасно знал, что Господь не хочет проклинать Израиль Но он все-таки хочет пойти вместе с этими людьми И это очевидно почему Он хочет получить подарки, которые принесли князья Моевицкие И вот здесь мы можем извлечь первый урок из этой истории Господь не запрещает ему идти, разрешает идти И это говорит о том, что Господь никого не удерживает силой Никого не заставляет что-либо делать Но тем не менее Господь дает понять Валааму Что то, что он делает, является неправильным И делает он это удивительным образом Когда Валаам садится на ослицу, чтобы отправиться к Моевитянам То ослица несколько раз сворачивает с дороги Валаам сердится на нее и даже бьет ее И тогда ослица начинает говорить человеческим голосом, вразумляя пророка А оказывается, что ослица увидела ангела Который стоял с обнаженным мечом и готов был убить пророка И она пыталась спасти своего хозяина, сворачивая с пути И только когда Господь открыл глаза Валаама Он признал свою ошибку и сказал ангелу следующее Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь И ангел настаивает на том, что Валаам все-таки должен пойти Но при этом он делает акцент Он должен говорить только то, что скажет ему Господь И вот это замечание также очень важно Потому что, возможно, Валаам хотел сказать нечто другое Но теперь, когда ангел явился ему и сделал акцент На том, что он должен говорить только то, что скажет Господь У Валаама просто не было выбора Однако истинные мотивы Валаама открылись позже И об этом мы поговорим после небольшого перерыва Напоминаю, сегодня мы говорим о Валааме Это пророк, которого нанял Валак, царь Моавицкий Для того, чтобы проклясть Израиль 23-24 главы книги чисел повествуют о том Как Валак приводит Валаама на несколько различных мест Для того, чтобы проклясть израильтян Но каждый раз вместо проклятия Валаам произносит благословение И третье благословение Валаама достаточно примечательно Здесь Валаам говорит такие слова «Как прекрасны шатры твои Иаков, жилища твои Израиль Расстилаются они, как долины, как сады при реке Как алойные дерева, насажденные Господом Как кедры при водах Польется вода из ведр его И семя его будет, как великие воды Превзойдет Агага, царь его И возвысится царство его Бог вывел его из Египта Быстрота единорога у него Пожирают народы враждебные ему Разрабляют кости их И стрелами своими разит врага Преклонился лежит, как лев И как левица Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен И проклинающий тебя проклят И вот эти последние слова достаточно примечательны По сути дела Валаам говорит о том, что те, кто хотят проклясть Израиль Сами будут прокляты А ведь именно это и пытался сделать Валах Другими словами, Валаам произносит проклятие на Моавицкого царя И теперь понятно, почему Моавицкий царь очень рассердился И воспламенился гнев Валака на Валаама И всплеснул он руками своими И сказал Валак Валааму Я призвал тебя проклясть врагов моих А ты благословляешь их вот уже третий раз Итак, беги в свое место Я хотел почтить тебя Но вот Господь лишает тебя чести И это значит, что Валаам ничего от Валака не получил Хотя очень хотел получить И вот если бы библейская история оканчивалась на этом То Валаам остался бы в нашей памяти Как пусть может быть не идеальный Божий пророк Но достаточно положительный персонаж Однако история имеет продолжение Сразу же после того, как Валаам благословил Израиль Народ Божий впал в большой грех Это записано в книге чисел 25 глава И жил Израиль в Сетиме И начал народ блудодействовать с дочерьми Моава И приглашали они народ к жертвам богов своих И ел народ жертвы их И кланялся богам их И прилепился Израиль к Валфи гору И воспламнился гнев господень на Израиле И данный текст отмечает Что израильтяне начали поклоняться идолам Поклоняться Валфи гору Интересно то, что причиной этого идолопоклонства Были Моавитянки И вот здесь возникает вопрос А откуда же в лагере израильтян появились Моавитянки? Библия отвечает на это В 31 главе мы читаем следующее И сказал им Моисей Для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Валаамову Были для сынов Израилевых поводом К отступлению от Господа В угождение фигуру За что и поражение было в обществе Господнем А теперь мы можем восстановить Все события жизни Валаама Валаам ничего не получил от Валака Но очень хотел получить И тогда он научил Моавитского царя Что нужно делать Для того, чтобы Господь забрал Своё благословение от Израиля А совет был очень прост Нужно склонить израильтян к идолопоклонству После этого Валаам начинает подсылать Моавитских женщин в лагерь израильтян И они выполняют эту миссию Итак, что мы можем сказать? Валаам стал примером служителя Божия Который обольщается богатством И уже служит не Богу, а Мамоне И об этом очень часто говорится в Библии Например, второе послание Петра и вторая глава Оставив прямой путь, они заблудились Идя по следам Валаама, сына Васорова Который возлюбил мзду неправедную Или, например, послание Иуды Одиннадцатый стих Горе им, потому что идут путём Каиновым Предаются обольщению мзды, как Валаам И в упорстве погибают, как Корей Библия также говорит нам, как закончился Жизненный путь Валаама Книга чисел, 31 глава Говорит о том, что он был убит в одной из битв И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею И убили всех мужеского пола И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву Пять царей Мадиамских И Валаама, сына Виорова, убили мечом Вот таким бесславным образом закончился путь этого человека Грех может сделать слепцом любого человека Даже пророка Апостол Павел в послании к Тимофею говорит следующие слова Ибо корень всех зол есть сребролюбие Которому предавшись, некоторые уклонились от веры И сами себя подвергли многим скорбям И далее он дает Тимофею совет Ты же, человек Божий, убегай сего А преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости Друзья, задавайте свои вопросы на сайте Bible.ua Также следите за нашими новостями в Facebook и Instagram Все видеоразборы Библии ищите на YouTube-канале «Сложных текстов нет» И если хотите первыми видеть новые выпуски, жмите колокольчик Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!